И снова здравствуйте. Ой, музыку надо выключить. Так, ну что, сегодня 25 мая 2021 года. Да, странный сейчас год, конечно, очень странный. Ну, я имею ввиду, больше года, уже полтора года, наверное, длится это все дело. Разделилась у нас эпоха, да? До и после пандемии. После, к сожалению, еще не уступил. Ну ладно, не об этом сейчас. В декабре прошлого года, 20-го, я заказал мотор Suzuki 9.9, двухтактный. Долго думал, но сейчас не об этом. В общем, определился. Новый, не китаец. Ну, из вариантов это Suzuki. Цена, качество. Здесь у нас магазин представителей, типа, официальный. Вот. Оплатил мотор в декабре. Ну и стал ждать. Обещали февраль-март. В марте, а нет, в феврале я купил лодку, купил лодку немного больше, больше, чем я планировал размером. В итоге долго думал весь, извелся, ну, слабоват мотор, действительно, слабоват этой лодки, 4.20 длиной. Я побежал в магазин, после 23 февраля доплатил денег, ну, узнал, что можно доплатить, перезаказал другой мотор. Ну, вот, обещали апрель-май. В принципе, вот, сегодня 25 мая. Пришли, наконец-то, моторы. Пришли в город. Вчера позвонили. Сегодня на обеде поеду забирать. Ох, как это все волнительно, и как это все долго было, это ужас, кошмар. И я со своей везучестью, блин, вот, сегодня ехать в обед до последнего, не знаю. Жду подвоха, как говорится, какого-нибудь. Весь на нерве. Дожить до обеда осталось чуть-чуть. Ладно. До следующего включения. Ну что, поехали. Еще не обед, правда, чуть-чуть раньше отпросился. Голодный капец. Разложил сидушки. Надеюсь, что влезет. Ну, посмотрел на сайте производителя. Габариты упаковки. Вроде, вроде в притирочку должно влезть. Надеюсь, запихаем. 54 килограмма, что ли, она в упаковке весит. Ну, будем надеяться. Выхода нет. Наверху палатка, наверх нельзя. Прицеп не стал брать. Прицеп загружен тоже после воскресной поездки. Ну, в общем, все, полетели. Попробую там поснимать, не знаю. По настроению, короче. Полетели. Нравится мне наш город. Потому что 10 минут, и ты на другом конце. Приехали. Магазин. Ой, блин, как это все волнительно, как это все переживательно. Так, ну что, прибыли за мотором. Зададим пару вопросов директору компании замечательной. Интересует мотор 4-х тактный, 9,9. Чем эти моторы лучше конкурентов, имеется в виду 4-х тактных и впрысковых. Соответственно, с паспортной мощностью выше, не выше 10 лошадиных сил. Самый главный критерий у Сузуки, это система впрыска. Она запатентована за ней. Система Lindburn, это на объединенной смеси с кислородом мотор работает. И, как производитель заявляет, она на 15-20% экономичнее любого другого 4-х тактного мотора. Ну, в плане этой же мощности. Очень интересно. Ну, соответственно, объем, да? То, что у них выше. Объем 324, по-моему. Что позволяет эксплуатировать с большей мощностью, скажем так, да? Да, ну и девятка, которая раздушивается в двадцатку. Это большой бонус. Потому что регистрировать сейчас не хочется. Это очень важный для меня, по крайней мере, в моем выборе был фактор. Так, и второй вопрос. Что нужно мне приобрести сразу с мотором? И какие манипуляции произвести перед вводом его в эксплуатацию? Ну, имеется в виду, там масло, да? Для начала нужно мотор проверить все жидкости. Ну, соответственно, в двигателе он пустой. А в редукторе он, как всегда, неполный. Потому что в разных термоусловиях перевозится и зимой, и летом. То есть там на заводе не доливается, получается? Не доливается, да. Там, ну, буквально грамм 50. Купите тюбик, и потом у вас еще на второй раз на замену хватит. Отлично, да. Ну, и, разумеется, в двигатель. Литр масла, да? Какое производитель рекомендует масло? Контракт у Сузуки с Матюлем. Одно из лучших масел. Ну, у вас есть, да? Мы все используем также в Матюле. Ну, в принципе, все. Вопросов нет. Пойдемте, оформляйте. Ну, что, сбылась мечта идиота. Погрузили в лес идеально. Там на спальник взял масло. На обкатку добавить в редуктор. 1600 рублей это все обошлось. Ну, ребята, за ожидание на обмывку дали этот. На спуск на воду как раз пригодится. Ну, что, на работу? Когда распаковывать бы даже буду, не знаю. Но, сейчас укроем, глянем. Нужно будет установить. Тахометр установить. Сейчас, ладно, поедем. Ну, и все, ждем выходных. С нетерпением ждем. Надеюсь, погода будет лучше. Тут что-то у нас такая. Все, пока всем. Чаки, иди сюда. В общем, собрались плыть. Собака выпрыгнула из лодки и теперь не знает, что делать. О, вода-то холодная. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Давай, давай, давай. Вперед, вперед, вперед. 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 Молодец. Теперь грейся. Вот так вот это место. Чаки искупалась уже. Так, про мотор. На работе залил масло. По инструкции, литр. Ну, и не глядя, оплюхнул. В итоге оказалось выше уровня. Пришлось через щуп немножко откачивать. Сейчас заведем, посмотрим. Что еще? Проверил уровень в ноге. Долевать не пришлось, там был уровень. Поставил фильтр тонкой очистки. Врезал его. Ну и все, пробуем заводить. Чаку-то взял. Чаку взял. Так, нитраль. Поезда, три поезда. Поезд прошел. Чака вставлена, пробуем заводить. Ёшки-матрешкин. Ты слышишь, как он работает? Не слышишь? А он работает. Охренеть. Ну, все в порядке. Засекаем время. 1131. 10 минуточек. Охренеть. А, надо сейчас заглушить, наверное, проверить масло. В общем, проверил уровень после первого запуска. Половина. Так, что можно было лидер оставлять смело. Все было бы нормально. Ну все, завожу к рее, катаясь. Ой! Опа! Ну что? Все. ты мотора надо пробовать ну что чаки поплыли вперед форвард надо развернуться как туда туда на холостых прям так я почему без жилета не уходи только с корабля не уходи а 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 охренеть а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok нет слов не зря дается 10 часов на обкатку особенно таким как я это прям обкаткой обкатка идет не моторы а меня ой как жутковато страшно не знаете от нас все будут смеяться надо мной но блин чё ты скулишь я же здесь не ухожу не выбрите тут чего тут ты такой колючка 5-5 запятос нога о чем это я короче в днем чувствуется мощь капец я на 5 сильным чуть-чуть катался блин ну было так нормально но это блин капец конечно он сразу дал газ куча чуть маленько осмелел вот на глис вышли вот так поинтереснее ехать это водоизмечающим режиме она надеюсь мне там слышно в водоизмечающим режиме но задирает страшновато там амур сейчас часов покатаемся вернусь пообедаем и снова в путь не нормально так веселее конечно до очаг не понимает что происходит куда ее везут доволен капец а если полный газ тапки слетят все там все хорошо все струится надо подстраховку нормальный рим еще сделать конечно под веревку люди отдыхают красота б Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!